Сибирь и Урал здесь далеко не хлебопекарское зерно, это фуражное зерно, его тоже собирали, но Сибирь и Урал в прошлый год попали в очень серьёзные погодные условия, это ощущали, я думаю, на себе даже жители города Екатеринбурга. У нас за летний период, за 45 дней, полтора месяца, 40 дней были дожди, просто как подряд, и небольшой перерыв получился был, мы начали уборку, и снова всё залило. Зерновые я убирал по снегу, вот у себя, потому что до этого не заходили комбайны, вот просто тонули, вот пока не подморозило, и мы по снегу, это вот нас даже снимали в хозяйстве, как мы косим по снегу, вот так было, значит, понятно, качество низкого зерна, понятно, что влажное, понятно, что дорогое вышло в связи с погодными условиями. Не жалуемся на погоду, просто так получилось, вот, да, в этом отношении. Второе то, что овощи, ну вот грех, грех это большой на душу взял, я оставил больше 30 гектаров в поле, не смогли убрать. Комбайн у нас овощной работал всего три часа, вот был такой период, вот всё, начал работать, и такой ливень пошёл, что после этого даже бессмысленно было заходить, то есть мы сколько вручную смогли, столько и убрали. Хорошо, ну то есть житницы нас прокормят, скорее всего. Я думаю, да, ну вы же видите, цена на всё выросла на самом-то деле, значит, всё не так с урожаем хорошо, как докладывают, это однозначно. Потому что цена растёт только тогда, в первую очередь она зависит вся, конечно, от составляющих, вот, собой себестоимости, и второе, цена растёт всегда, когда есть недостаток этой продукции. То есть это тут ничто не сделаешь, это действительно рынок, нету продукции, она дорогая, она дефицитная. Если её излишки, цена падает, или если она в норму, цена держится, никакой инфляции, ничего нету. То бишь, вот все те подорожания сегодня продуктов питания, это просчёты аграрной политики государства нашего. Не более того, здесь ни вины ритейлов я этих не вижу, даже будем говорить, ни вины нефти не вижу никакой, ни вины самих крестьян. Это, как обычно, просчёты вот самого правительства.